МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Уроки мужества. Офицеры Товарищества Сыны Отечества провели занятия в чебоксарских школах. ДОС ЛУКТУС. Чувашия и Турция продолжают развивать партнерские отношения. Равные условия. Почему за капитальный ремонт будут платить жители всех многоквартирных домов? Визит премьер-министра Дмитрия Медведева в Чувашию самая обсуждаемая тема недели. Оценку этому событию в Чувашии дали многие эксперты, соседи по округу, члены российского правительства, госсовета и кабинета министров нашей республики. Эффект от этих мероприятий для экономики и общественно-политической жизни республики оценил и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Рабочий визит председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева был интересным, полезным, важным. Это говорит о чем, прежде всего? Это говорит о доверии к народу Чувашской республики. Ситуация на сегодняшний день непростая. Мы всегда вкладывали инвестиции в человека, инвестиции в умы людей. И вот, пожалуйста, результаты, которые на самом деле сегодня почувствовали уже сами работники данного нового предприятия. Во время рабочего визита сказал свои просьбы по привлечению дополнительных инвестиций. Дмитрий Анатольевич Медведев дал соответствующее поручение федеральным министрам и абсолютно уверен в том, что мы привлечем дополнительные инвестиции. Дмитрий Анатольевич Медведев практически владеет всей информацией и оперативной информацией, и по данным Росстата, какая сегодня ситуация в республике по экономике, по общественно-политической ситуации. Мы на сегодняшний день работали на благо жителей Чуваши и будем работать с учетом доверия федерального центра. Сегодня в Чувашию прибыла многочисленная делегация Турецкой республики во главе с генеральным консулом в Казани господином Турханом Дельмачем. Этот визит турецкой деловой миссии проходит в рамках договоренности с главой Чувашии. Перспективу сотрудничества гости обсудили с премьер-министром Чувашия Иваном Маториным. Турция и Чувашия – давние партнеры. Напомним, столица нашей республики является побратимом Анталии. В 2014 году внешний торговый оборот между Турцией и Чувашией превысил 4,5 миллиона долларов США. Это, кстати, в полтора раза больше, чем позапрошлым году, но значительно меньше, чем было в 90-е годы. Современные реалии таковы, что сегодня Россия и Турция одинаково нуждаются друг друге. Руководители наших государств поставили перед нами задачу достижения товара оборота в 100 миллиардов долларов. Благодаря проведению таких миссий мы можем достичь целей. Каждый из участников турецкой делегации руководит территориальными экспортными союзами и представляет интересы как минимум 100 товаропроизводителей. Все они готовы к расширению сотрудничества. Чувашская сторона также в этом заинтересована. Уже на следующей неделе в посольстве Турции в Москве пройдет презентация предприятий Чувашия. Через три дня в стране будут принимать поздравления защитники Отечества. Этот праздник объединяет абсолютно всех мужчин, но профессиональным его могут назвать военные. В республике сейчас действуют две воинские части. Наша съемочная группа отправилась в Алатарь, чтобы провести один день с молодыми солдатами. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Радио, переговор активней! Условные террористы захватили штаб вооруженной охраны и удерживают заложников. Солдатам отдают приказ идти на штурм. Но подобраться к зданию сложно, по бойцам из окон ведется шквальный огонь. Солдатам все же удается прорваться в захваченный штаб. На этот раз поставленную задачу они выполняют на отлично. Заложники освобождены, террористы обезврежены. В этот раз подразделение антитеррора обезвредило двух условных террористов. Но сценарии подобных учений постоянно меняются и их проводят каждую неделю. Солдаты оттачивают свои действия до идеала. Бойцы этой воинской части, по сути, отвечают за обороноспособность государства. Они сопровождают, разгружают и перевозят оружие, которое поступает в цеха Алатарского завода «Пятый арсенал». Вся работа сопряжена, прежде всего, с охранностью ракетно-раселевского вооружения, ну и с исполнением сроков подачи вооружения войска, его приема, подачи на ремонт в «Пятый арсенал», последующего получением и возвратом вновь войска для боевой учебы и боевой службы. Хотя раньше эта воинская часть была расположена в городе Ржев. В Алатаре ее передислоцировали в начале 40-х. Поначалу это был ракетный арсенал, но 6 лет назад на его базе создали и отдельную воинскую часть. Многие говорят, что служить здесь миссия по-настоящему почетная. Причем большинство призывников уже закончили вузы. На таких солдат сейчас делают ставку. Изначально я хотел служить в воздушно-десантных войсках, так как у меня отец служил там же. Но судьба распределилась так, что я служу немножко не там. Знаете, я нисколько не жалею, что я попал именно сюда. Я не сказал, что здесь легче, чем, как рассказывает ВДВ. Здесь, я бы сказал, даже, наверное, тяжелее. Здесь реально есть шанс почувствовать себя настоящим мужиком, укрепить свое здоровье с физической стороны, получить навыки, которые пригодятся еще в жизни. Армия стала другой. Теперь солдаты – это не обслуживающий персонал, а настоящие защитники Отечества. В столовых отныне работают только профессиональные повара. Меню для призывников не хуже, чем в столичных кафе. Даже для уборки казармы здесь недавно закупили универсальный пылесос. Обеспечен всем необходимым – кровать, полотенце, прикроватные коврики, тумбочка. Все, что необходимо у нас лучше для его проживания. Посмотрим? Да, посмотрим. Ничего лишнего, все согласно уставу. Солдаты занимаются в армии только военным делом. В свободное от службы время многие стараются приходить в спортивный зал. Здесь они играют в теннис, упражняются со штангой и нередко принимают участие в городских соревнованиях. Глядя на этих ребят, можно быть уверенным – родина находится под надежной защитой. Митрий Ковалев, Ироссель Мухаммедов, Республика. Сегодня же в Чебоксарах состоялся торжественный вечер в честь Дня Защитника Отечества. Накануне мужского праздника в театре оперы и балета собрались ветераны, военные и сотрудники всех силовых структур. Именно они могут по праву называть День Защитника Отечества своим профессиональным праздником. Хотя 23 февраля принято поздравлять всех мужчин без исключения. Своими защитниками Отечества Чувашия может гордиться. Пример с героев берут и молодые. Военно-патриотическому воспитанию в Чувашии всегда уделяли большое внимание. Во многих школах действуют кадетские классы. Каждый год юнормейцы принимают участие в играх «Зарница» и «Орленок». Ну а солдатскую форму в прошлом году одели порядка двух тысяч чувашских призывников. План Центрального штаба Республика выполняет всегда. Причем каждый год 15 уроженцев региона уезжают служить в самое сердце страны – президентский полк. Телеверсию торжественного собрания и специальный репортаж «Солдаты Отечества» смотрите на нашем канале 23 февраля в 18.00. Ну а в преддверии праздника Михаил Игнатьев встретился с членами товарищества офицеров «Сыны Отечества». Генералы-выходцы из Чувашской Республики поделились впечатлениями от посещения родных мест. Говорили также о текущей экономической обстановке и о том, как важно воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, планы прошлого года удалось выполнить и даже перевыполнить. Кроме того, за последние три года улучшилось социальное самочувствие жителей Чувашии. Выросли показатели рождаемости. В связи с этим были построены новые детские сады. В регионе стремительно развивается промышленность. Проходят мероприятия международного значения. «Эта связь с республикой нам просто необходима, независимо от того, где бы мы ни находились. Мы продолжаем интересоваться ситуацией в республике, как там складывается обстановка, как политическая ситуация. Мы, являясь сторонниками стабильности экономического подъема республики, полностью поддерживаем эту политику, которую вы сегодня, Михаил Васильевич, проводите. И учитывая, что этот год, он сложный для вас и в целом для республики, мы хотели бы от нашего генеральского сообщества пожелать удачи, успехов, так держать. Мы, военные, будем рядом с вами всегда». Во время каждого своего визита сыны Отечества проводят познавательные уроки со школьниками и знакомят их с настоящими защитниками нашей Родины. В этом году повезло ученикам двух чебоксарских школ. Тему продолжит Екатерина Абрамова. Генералами не рождаются, а становятся. После встречи с сынами Отечества в этом еще больше убеждены ученики 29-й и 40-й чебоксарских школ. Из первых уст они узнали, с чего начинается путь к генеральским погонам, как и где защищали родину Анатолий Кудрин и Александр Зиновьев и насколько длинным кажется день, проведенный в окопах. Несмотря на то, что слушатели были совсем юные, интерес в их глазах не угасал. Вот из таких вырастают очень хорошие люди. И спасибо руководству республики, которая занимается целенаправленно на воспитание подрастающего поколения, к которому можно передать перспективе то, что было завоевано нашими отцами и дедами и нами. Но одними теоретическими уроками мужества встреча не ограничилась. Кадеты 40-й школы продемонстрировали генерал-майорам Анатолию Кудрину и Александру Зиновьеву и руководителю организации «Сына Отечества» полковнику Ивану Николаеву свое мастерство строевой подготовки, владение парашютной техникой и оружием. Конечно, не все из присутствовавших ребят в будущем станут генералами, но каждый из них должен быть готов, если понадобится, встать на защиту Родины. Именно для этого члены организации «Сыны Отечества» отслужив срочную службу, вновь отправляются на идеологическую передовую – вести Россию вперед, воспитывая новых героев. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика. В правительстве Республики произошли очередные кадровые изменения. Сегодня перестала быть вакантной должность руководителя Государственной жилищной инспекции Чувашии. Главным жилищным инспектором региона назначен Сергей Дмитриев. Сегодня он оставил пост руководителя Государственной службы занятости. Это ведомство он возглавлял на протяжении пяти лет. В разные годы Сергей Дмитриев занимал должности директора в торговых организациях и финансовых структурах. А с 2002 года до службы занятости занимал разные посты в Министерстве сельского хозяйства. Глава Республики Михаил Игнатьев пожелал новому руководителю жилищной инспекции результативные работы. Его ведомству уже в ближайшее время предстоит провести процедуру лицензирования управляющих компаний. В Чувашии, как и во всей стране, начала действовать новая система финансирования капитального ремонта жилого фонда. Суть новаций в том, что оплачиваем ремонт теперь мы сами, то есть собственники квартир. Это решение вызывает у людей массу вопросов. На некоторые из них ответили в фонде капитального ремонта города Чебоксары. Теперь по закону платить за капитальный ремонт должны все, в том числе и собственники помещений в новых домах. В этом нет ничего несправедливого. Дома не вечны, чтобы накопить деньги на их ремонт понадобится немало времени. Это наше имущество. Когда вопрос касается купли-продажи, мы пользуемся этой возможностью. Получаем от этого дополнительные доходы. А вкладывать в это жилье, в свое же имущество не хотим. Должны быть равные условия как в частном доме, так и в многоквартирных домах. Это наш дом, и мы его должны содержать, а не кто-либо другой. Господдержка, как она была, она и будет. Но накапливать мы на свое жилье обязаны. Накопление мы знаем, насколько в разной форме возможно. Оно как в общем котле, как его называют, на счете регионального оператора. Вот наряду со всеми другими регионами, с прошлого года эта система введена и на территории нашей республики. На следующий день 547 домов многоквартирных по Чуварской республике выбрали специальные счета, а все остальные накапливают средства в общем котле. В соответствии с региональными стандартами стоимости капремонта, расходы на оплату коммунальных услуг и взнос на капитальный ремонт не должны превышать 10% семейного бюджета. Подробнее о первых шагах капитального ремонта смотрите сегодня в программе «По существу» в 20.30 в эфире национального телевидения Чувашии. Более 8 тысяч бутылок контрафактного алкоголя было изъято из оборотов в прошлом году в республике. Аннулировано 9 лицензий на предпринимателей, заведено 55 дел. Региональные власти ведут активную борьбу с поддельной алкогольной продукцией. Снижение поступления акцизных сборов на алкоголь в республике стало ощущаться еще два года назад. Именно тогда глава Чувашия Михаил Игнатьев поручил разобраться в ситуации и проанализировать рынок. Проверки показали, что объем легальной продукции сократился. В регионе начались регулярные рейды по торговым точкам. По оценкам Министерства экономического развития, доля контрафактной продукции на рынке превышает 30%. Из-за этого только в прошлом году республиканский бюджет недополучил около 300 миллионов рублей. Борьба с нелегальным алкоголем была пошаговой. Ряд предприятий были проверены на предмет наличия лицензий. Свою лепту внесли и регулярные рейды. Часть магазинов, продающих спиртные напитки, были оштрафованы за нарушение законодательства. Важным решением Ассоциации участников алкогольного рынка стала добровольная сертификация. Ситуация на рынке начала выравниваться. В январе прошлого года продали 14 тысяч декалитров. В этом году уже больше 20 тысяч декалитров. Что говорит еще раз о том, что мы не вытесняли никого, а то, что мы заместили контрафактный рынок легальной продукцией. Ну, соответственно, увеличим Акциза. Все те поручения, которые глава озвучивал, дал на комиссии правопорядка, они в своевременном нашем министерстве, в Министерстве МВД проводятся и выполняются для того, чтобы снизить долю контрафактной продукции на рынке Чувашской Республики. Своё 25-летие отметила Ульяновская областная газета «Канаж». Еженедельник на чувашском языке выпускается с 1989 года. Районный дом культуры, села Большой Нагаткино еле вместил в себя желающих поздравить любимое здание с днем рождения. Не осталась в стороне и наша съемочная группа. Ульяновская область и наша республика – давние и добрые соседи. Общеизвестный факт, что в дореволюционное время просветитель чувашского народа Иван Яковлев открыл здесь чувашские школы. Сегодня не каждый регион может похвалиться тем, что выпускает газету на другом языке. Что значит газета? Все говорили об этом. Поэтому это тот источник, который доводит оперативную информацию, достоверную информацию, нужную информацию для всех, кому нужна помощь. Кто добился чего-то хорошего, большого результата. Спасибо вам, дорогие ветераны журналистики. Журналисты, которые сегодня работают. Те, кто сегодня издает работы в средствах массовой информации. Я действительно нашему канашу желаю доброго здоровья, чтобы долго развивался. Действительно, много было юбилеев. В Ульяновской области проживают более 100 тысяч наших земляков. По численности чуваши занимают третье место. С каждым годом укрепляются экономические и гуманитарные связи. У всех еще в памяти грандиозный праздник Акатуй, который прошел несколько лет назад в Ульяновске в рамках Дней чувашской культуры. Жители Ульяновской области, которые носят гордое имя вашего народа, не только выписывали эту газету, но и все сделали для того, чтобы мы не забывали ни традиции, ни культуру, ни родной язык, ни другие очень важные вещи, которые как раз являются духовными скрепами и скрепляют не только наши территории, допустим, с Чувашской республикой, но и наше сегодняшнее поколение с тем поколением, которое жило когда-то. За многолетний добросовестный труд в отрасли глава Мининформполитики Чувашии Александр Иванов наградил почетными грамотами министерства, заместителя главного редактора газеты «Канаш» Анатолия Дмитриева и активного внештатного корреспондента газеты «Канаш» Александра Врашкина. Поздравить любимую газету, конечно же, пришли и ее постоянные читатели. Все там есть, даже про пожилых, советы, все, что заготовить, что предпринять, какие успехи делать, все там есть. Спасибо огромное им, здоровья им и творческих успехов хочется желать. Сегодня была очень рада, что они нам вот такой подарок дарят. С удовольствием подписалась. Если я скажу, не поверите, вчера вечером перед сном я достала старые номера газеты «Канаш», начиталась и сердце наполняло родным словом. Вот так я готовилась к встрече. Областная газета «Канаш» выходит по четвергам на чувашском языке, на восьми полосах формата А3 и освещает самые интересные события в жизни чувашской диаспоры. Иногда говорят, первый блин комом, но этот у нас как золотой подарок, как золотое яичко мы его снесли. И что официально не было утверждено, это ничего. И мы как бы подпольно подготовили, поставили тогда, губернатором был у нас Юрий Фролович Горячев, перед фактом, что газета уже издается. Он нам сразу все условия создал, квартиры выделил и базу. Так что мы ему до сих пор благодарны очень за эту поддержку. Горжусь этим, больше ничего не могу сказать. Самое главное мы понимаем в своем деле вот так. Надо чаще встречаться с людьми, больше встречаться с людьми, знать их мнения и делать газету как им надо. Чтобы больше выписать нашу газету, мы очень часто выезжаем в села, в населенные пункты, в Чувашске особенно. Встречаемся с людьми в клубах, в школах, в парковых отделениях. С помощью журналистов газеты за эти годы написано и выпущено в свет более ста книг на чувашском языке. Юлия Важенина, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика. Всю красоту местной природы можно увидеть на выставке «Ноты души», которая проходит в Литературном музее. Выставку приурочена к 70-летию Маргаушского района. На открытии экспозиции побывали и мои коллеги. В августе прошлого года Союз чувашских художников организовал творческую командировку по живописным местам Маргаушского района Чувашии. Местные знатоки выбрали для пленеры знаковые объекты. В итоге была сформирована целая галерея живописных этюдов. Выставка стала передвижной и уже экспонировалась в галерее «Серебряный век» и в музее села Маргауши. Работа связана с историческими местами. Тут в Вельгинхе сам Гузовский посадил деревья. Кедры сосновые, лиственницы. Наши художники успели запечатлеть. Вот старейшина Чувашских дубров тут показана. Водопад. Первый водопад у нас в Чуваше. Мы и там успели побывать. Особый природный ландшафт дает художникам немало творческих идей. Вековые дубовые рощи, знаменитые овраги, маленькие речушки. Это и есть часть родной земли. Ближайшие планы. Опять же, лето и опять же пленеры. И может быть не один пленер. Ну, пленеры – это приятно. Это хорошо. Это когда можно работать на природе. Когда вдохновение. Художники уже выбирают новые маршруты, чтобы вновь укунуться в творчество. Новые открытия нас ждут уже этой осенью. Когда будет готова очередная экспозиция. Татьяна Леонтьева, Рассель Мухаммедов, Республика. Сегодня в Чебоксарах свою работу завершила выставка «Картофель-2015». В этом году в ней приняли участие порядка 70 организаций из 15 российских регионов и Белоруссии. Количество подписанных контрактов и проданного картофеля организаторам еще предстоит уточнить. Впрочем, многие предполагают, что нынешняя выставка побьет рекорды предыдущих. Об участниках отраслевого форума далее. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Селекционно-семеноводческая компания «Поиск» представила на выставке лучшие образцы своей продукции. Показать зрителям весь ассортимент семян и рассады, к сожалению, невозможно. Витрина заняла бы целый павильон. Здесь, в Чувашии, мы как раз предлагаем большой ассортимент овощных культур. Это капуста, конвейер капусты – это ранний и средний и поздний сорта. Огурец, томаты, светла, морковь. Полный набор всех культур. Семеноводство – одно из самых перспективных направлений сельского хозяйства, которому в рамках программы импортозамещения уделяется особенно пристальное внимание. Российские семена, вообще семена, да, изначально оно было направлено на потребительские качества. Это вкусовые качества и диетическое питание. Западные компании, у них упор ставился на товарный вид. То есть вкусовые качества, полезность продукта, она отодвигалась на второй план. Но у нас мы, вот как-то удается нам гармонично конкурировать. Если брать полосу свекли, да, вот у нас вот прекрасный сорт Мулатка. Отлично себя зарекомендовал в центральной черноземной полосе. Ленинградская область, Московская область, везде выращивается. Выращивается, превосходит по вкусовым качествам, по товарному виду некоторые известные сорта голландских фирм. Продукция подмосковной селекционной семенологической компании «Поиск» успешно прошла испытания в разных климатических условиях. Семенной материал с удовольствием закупают сельхозтоваропроизводители и центральной России, и черноземные полосы, и дальневосточники. Аграрии Индии и Китая заинтересовались семенами гибридов томатов и огурцов из-за их высокой урожайности и устойчивости к фитозаболеваниям. Продукция селекционной семенологической компании «Поиск» может использоваться и частными подсобными, и крупными тепличными хозяйствами, и растениевоческими предприятиями, и мастерами ландшафтного дизайна. Редактор субтитров А.Семкин